Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость – молодой автор, студентка Ульяновского государственного педагогического университета Виктория Шейко. Виктория – лауреат нескольких литературных конкурсов. Конкурса «Друзья по вдохновению», «Первая роса» и студенческого литературного конкурса «Пиши не в стол». Итак, слово нашему гостю. Здравствуйте, меня зовут Виктория Шейко, и я начинающий литератор. Сегодня я хотела бы немного рассказать о своем восприятии, понимании творческой работы. Еще со школы моим любимым предметом была литература. Мне всегда очень нравилось читать. Собственно, это и способствовало приобщению к литературному творчеству. Вначале это были простые четверостиши, затем уже небольшие эссе и даже рассказы. По-видимому, это и повлияло на мое решение поступить в Ульяновский государственный педагогический университет, где я сейчас, собственно, и учусь. Началось все в 2019 году, еще до знакомства с Советом молодых литераторов Ульяновской области. Решила попробовать свои силы принять участие в конкурсе «Друзья по вдохновению», инициатором и вдохновителем которого была ульяновская поэтесса Татьяна Александровна Эйхман. Горько и больно осознавать, что сейчас, к большому сожалению, ее с нами нету, и хочется почтить память этого доброго, светлого и очень мудрого человека. Потому что именно благодаря ей я приняла участие в этом конкурсе и сделала свой первый шаг. Появилась первая публикация в сборнике «Славен воздух и вдохновение» и литературном журнале «Симбирск». Вот этот первый памятный номер. Далее, следующая ступень. В Ульяновске создана литературная студия «Лик», которая собрала воедино разных людей. Это и опытные литераторы, и те, кто только делает свои первые шаги. Сейчас она тоже успешно продолжает свою работу. Все участники находятся в отличном литературном взаимодействии. Что мы делаем на студии? На студии мы учимся анализировать тексты, размышлять, а также строить обсуждение, обсуждать вообще тексты друг друга. Пытаемся, стараемся и пытаемся объективно их оценивать. На самом деле, это очень увлекательный процесс. И, конечно, возникают в процессе обсуждения критические замечания. Но полагаю, это нормальные явления, когда прислушиваешься к мнению других людей и делаешь какие-то необходимые для себя выводы. Также хочется сказать, что в этом году впервые состоялся областной студенческий литературный конкурс «Пиши не в стол». Этот конкурс – хороший старт для молодых литераторов и прекрасная возможность включиться в серьезный литературный процесс. И именно благодаря этому конкурсу, участию в этом конкурсе, при поддержке Совета молодых литераторов Ульянской области, в мае этого года мне выпала возможность участвовать уже в студенческой программе Всероссийского совещания молодых литераторов при Союзе писателей России в Химках. Сегодня я стараюсь писать преимущественно эссе, прозу, увлекаюсь поэзией и критикой. Но в большей степени мне нравится именно литературоведение. Мое субъективное мнение – литературный творческий процесс любого автора – это явление сугубо индивидуальное и уникальное, к которому следует относиться деликатно и, конечно же, с уважением. Соответственно, из этого я исходила, когда готовила небольшие обзоры или можно их по-другому назвать отклики, на произведения современных авторов, публикуемых в толстых литературных журналах «Звезда и день и ночь», эти материалы имеются на портале печорин.нет. Непосредственно мои эссе связаны с темами русской литературы и биографиями русских классиков. Часто возникает банальный вопрос – зачем изобретать велосипед? Ведь существует значительное количество всяхватывающих работ, авторитетных исследователей, которые кропотливо изучали биографии и произведения известных авторов, известных писателей. Да, безусловно, это прочная и важная основа для работы, но я стараюсь по-новому с позиции современности взглянуть на произведения и биографии русских классиков, найти то сложное взаимодействие, ту гармонию, которая возникала между их жизнью и произведением. Когда анализируешь классические произведения, не устаешь удивляться тому, как много таинственных символов, ярких образов и каких-то скрытых смыслов можно отыскать в русской литературе, и как много нам еще неведомо. Восхищает, какого масштаба должна быть писательская мысль, чтобы создать великолепное произведение именно такого уровня, чтобы оно и по прошествию значительного времени, а это даже порой нескольких веков, кажется необычайно современным и своевременным. Русская классика – это целая вселенная важных вечных для человечества тем, где сохраняется русская душа, национальное самосознание и, конечно же, наш неповторимый литературный язык. Классическую литературу все лучше начинаешь понимать именно постепенно, со временем. Произведения почти всех русских классиков затрагивают такие темы, темы, которые всегда волновали человечество этой темой. Добра и зла, жизни и смерти, жестокости и милосердия, и, конечно же, это тема любви. Если говорить о любви, то в первую очередь любви именно к родному краю, к своей отчизне. Так Сергею Есенину приписывают следующие слова. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. И поэтому хотелось бы привести один из ярких фрагментов стихотворения поэта. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким Русь. Эти известные темы, извечные темы русской классики мне тоже близки. Например, в небольшом рассказе «Неизвестный памятник», который посвящен Антону Павловичу Чехову, я попыталась отдать дань уважения великому писателю и обозначить проблему, которая возникла в последние годы. Это ослабление духовной связи между человеком, между современными людьми и русской литературой. Писатели русской классики стремились раскрыть духовный мир человека, его лучшие начала и способствовать тому, чтобы жизнь стала чище, лучше, человечнее. Полагаю, что и современная литература могла бы продолжить эту традицию, тем более, что в современном мире, который подвластен стремительному прогрессу и новым технологиям, литература может стать надежным проводником и помощником думающему человеку. Также хочу сказать, что творчество писателей прямо или косвенно направлено на борьбу с человеческими пороками или недостатками. Несомненно, одним из таких классиков русской литературы является Николай Васильевич Гоголь. Моя первая публикация в толстом литературном журнале связана с именем этого писателя. Несколько позже мне удалось написать эссе по повести Гоголя «Шинель», которое носит название «Размышления о маленьком человеке». Позволю себе зачитать некоторые фрагменты из этого эссе. Переломный момент в жизни Акакия Акакевича наступает с приходом холодов, когда появляется нужда в теплой одежде. Внезапно возникает всепоглощающая цель иметь новую, хорошо сшитую шинель не хуже, а может быть, даже в чем-то лучше, чем у других чиновников. Он с усердием начинает копить средства и сдерживаться, экономить, срабатывать усиленным трудом. Весь смысл существования Башмачкина, одержимого мыслью о шинели, меняется, и сдержки не страшат. Он, словно заново родившись, начинает жить, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Эта идея поглощает его робкую душу. Для него шинель не просто вещь, не просто одежда, это нечто большее, статус, его опора и защита. Она становится смыслом его жизни. Казалось бы, простая шинель, но она помогает вырасти в собственных глазах, стать более уверенным, набраться решительности и смелости. Как ни парадоксально это выглядит на первый взгляд, но всего лишь одна вещица может значительно сказаться на жизни человека, сделать ее как бы осмысленной и даже радостной. Все это можно отнести и к Башмачкину, хотя он остается все тем же беззащитным Акакия Макакевича. Даже его новая шинель робко висит среди важных серых шинелей, как будто попала сюда совершенно случайно. Печальный финал известен. Пропадает шинель, а вместе с ней исчезает все. Рушится жизнь маленького человека. Происходит нечто страшное и дикое. Наступают горестные дни болезни с лихорадочной простудой и горячкой. Жизнь в нем молиба угасает. Возможно, какому-нибудь сердобольному читателю хотелось бы помочь и вернуть Акакия Макакевича к жизни, но только возможно ли это после пережитого? Сможет ли он стать прежним человеком и усердным служащим, вновь погрузиться в чуждый ему мир? Трагизм этих событий в том, что потеря шинели означала потерю смысла человеческой жизни. Смиренный и робкий Акакий Акакевич уже не может вернуться к прежнему, которая для него навсегда потеряна. Читателю остается только посочувствовать и пожалеть этого человека, который не смог найти свое призвание и место в жизни. Кто знает, может быть, этого места и не существовало вовсе. После смерти Акакия Акакевича возникла легенда. Возможно, именно он стал тем мистическим и пугающим призрачным существом, которое среди ночной тьмы пыталось отыскать украденную шинель, как будто свою оставленную душу. Иносказательно Гоголь дает нелицеприятную, но точную оценку окружающей действительности, когда в конце повествования появляется мертвый признан, пройдящий среди мира серых шинелей. Такое случается и в жизни. Многие маленькие люди исчезают, и невозможно обнаружить следов их существования, как будто бы их и на свете не было. Проходят годы, произведения многих авторов не выдерживают испытания времени. Почему же повесть Гоголя «Шинель» до сих пор вызывает такой интерес у читателя? Может быть, потому, что кроткая и трагичная жизнь Акакия Акаковича Башмачкина открывает перед нами поучительную картину, оставляя за собой широкое пространство для осмысления как самой повести, так и собственной жизни? Переживания в момент прочтения могут быть горьки и неприятные, потому как совестливый и благородный читатель всегда готов заступиться за более слабого. Что, как несострадание, сопереживание рождают лучшие нравственные и душевные порывы? Но, думается, сюжет повести более многословен. Прослеживается мысль, что попытка создания искусственной жизни, постоянной погони за материальным, когда это нечто материальное возводится в фетиш, калечит человека, преграждая ему возможный путь к развитию, совершенствованию духовно-нравственного начала. Жизнь каждого человека это всегда судьбоносный выбор. Чему она даст предпочтение? Возобладает ли материальное, либо определяющим станет духовное? Стоит задуматься, почему настолько сильные эмоции маленького человека связаны с обладанием особого предмета, будь то охотничье ружье, новый фраг, карманные часы или шинель титулярного советника? Разве однажды такая сильная страсть, присущая человеческой натуре, не может обернуться губительными последствиями? Может ли устоять такой человек перед искушениями материального мира? Существует известная фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели». Но, как ни печально признавать, в своем стремлении к наживе, к престижу, достижению материальных вершин, многие люди остаются в ней до сих пор. «Разве в наше время мы не встречаем новых башмачкиных, для которых цель их существования, желание хоть на минуту прославиться, делать бесконечные селфи, приобретать роскошные аксессуары, побывать на модном курорте или вальяжно развалиться в дорогой машине?» Искусственные никчемные цели, искусственно прожитая бесполезная жизнь. Это не может не вызывать разочарования. Перечитывая сочинение Гоголя, каждый из нас может отчетливо рассмотреть события своей жизни, увидеть то самое важное и нужное, что трогает душу, заставляет печалиться и веселиться, смеяться и плакать, пробуждая самое чистое и лучшее, что только можно найти в человеке. Не случайно все творчество писателя пронизано борьбой с пороками и недостатками, что препятствовало строительству прекрасного храма для праведной человеческой жизни. Что же такое это удивительное явление Гоголевская шинель? Может быть, это смех сквозь слезы, может, безумное стремление к материальному, или может быть естественное желание жить в более праведном мире? Наверное, каждый сможет найти собственный ответ в повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». В завершении уместно привести мысль писателя о том, что искусство стремится непременно к добру, положительно или отрицательно. Выставляет ли нам красоту всего лучшего, что не есть в человеке, или же смеется небезобразием всего худшего в человеке? Если выставишь всю дрянь, какая не есть в человеке, и выставишь ее таким образом, что всякий из зрителей получит к ней полное отвращение, спрашиваю, разве это уже не похвала всему хорошему? спрашиваю, разве это не похвала добру? Николай Васильевич Гоголь Продолжая, хотелось бы перейти к одному из моих любимых поэтов Серебряного века Александру Александровичу Блоку. В его поэзии, как и в самом Блоке, есть что-то космическое. Он не просто поведал нам неземное, он сам стал этим неземным и через бесконечные галактики своих строк пытался донести тайны жизни. Наверное, в этом и заключается сила творчества, что позволяет искать ответы на многие вечные вопросы, волнующие человечество и придавая силы для дальнейшей жизни. Позволю прочитать себе небольшое стихотворение, посвященное этому классику. Пропавший день темнеет невесомо, туманной дымкой сумрак улиц сет, и каждый вечер виден в окнах дома такой бессмысленный и тусклый свет. Через стекло фонарь глядит устало, в ночной тиши аптека мирно спит, а рябь бесстраста темного канала, а камень бьется, плачет и бежит. Возможно, мы начнем опять сначала, и безысходности, увы, не избежать, но в этой жизни многое или мало, для сердца важно верить и мечтать. Ежегодно в Ульяновске проходит межрегиональный и молодежный литературный конкурс «Первая роса». «Первая роса» это уникальный шанс для молодых литераторов, где каждый может быть услышан. В этом году мне удалось стать лауреатом в номинации «Ной жанр» с эссе «Сердца одной эпохи, что бьются жизни в такт», посвященное творческому взаимодействию поэтов Серебряного века Сергею Есенину и Владимиру Майковскому. Вот отрывок из этого эссе. Поэзия отражаясь в человеческих судьбах превращается в сложное переплетение миров. Каждая попытка человека схватиться за призрачную грань понимания оборачивается удивительными образами, уводит в странное, неизведанное, мелькающее каруселью из мгновений и лиц, слов, чувственных воспоминаний. Бесконечный полет человеческой мысли создает необычайные картины, где реальность и фантазии легко дополняют друг друга. Неудивительно, что поэты привлекают неординарностью личности, любовью к литературному творчеству, являющимся своего рода особенным способом увидеть сверкающий необычайными красками мир совсем иначе, чем что-то обыденное, повседневное, давно знакомое. Если предположить, что нам дано прочитать карту поэтических созвездий, возможно, удалось бы явственно увидеть, как зарождается и крепнет новая эпоха, время крутых поворотов в истории России, где творили, создавая свой неповторимый путь, Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Незримый, невидимый край. Обычному человеку он кажется нереальным, но он есть, он существует, хотя его нельзя увидеть, а можно лишь почувствовать. Однажды, кажется, именно там встретились эти два великих человека поэтического мира и отправились в путешествие по жизни. Внимательно всматриваясь в их творчество, может казаться, что, живя рядом, почти бок о бок, они сохраняли заметную дистанцию противостояния. Действительно, что может быть более несовместимым? С одной стороны, последний поэт деревни, с другой, первый поэт нового мира. Вдаваться в подробности времени ушедшей эпохи фиксировать с архивной точностью, где и когда произошли те или иные события, мы не будем, ведь факты многие уже знают, да и нет на свете вещи более спорной, чем давно свершившийся факт. Если вернуться к конкурсу «Пиши не в стол», то по его итогам в литературном журнале «Симбирск» было опубликовано мое эссе «Свет одинокой звезды», посвященное Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Вот этот самый номер, хотелось бы его показать. И хотелось бы тоже зачитать небольшой фрагмент из эссе. Рос маленький Миша у бабушки. Мать умерла, когда мальчику не было еще трех лет. Отца видел очень редко. Он был решен родительской любви. Умен, остер, закрыт, но глубоко уязвимый одинок. Таким стал русский Мцирий и одинокое дитя Кавказских гор. Не случайно тема человеческого одиночества сопровождает его лирику. Творческие натуры отличаются сложным, порой непокладистым характером. Лермонтов нередко задевал знакомых остротами и колкостями. Иногда пустячные необдуманные поступки заканчиваются ссорами, а ссоры дуэлями. Погиб поэт, невольник чести. Пророческие строки. Кто бы мог предполагать, что Михаил Лермонтов станет классиком русской литературы и будет стоять рядом с Пушкиным, разделив тагическую судьбу. Князь Васильчиков, секундант Лермонтова, говорил о том роковом дне, и перекаты грома пели вечную память новоприставленному рабу Божию Михаилу. Наконец тучи разошлись. Сквозь вечернюю пелену проступил бледный силуэт луны. Выглянули звезды. Лермонтов часто размышлял о них. Когда ему было семнадцать лет, он написал стихотворение «Небо и звезды». Ясны далекие звезды, ясны, как счастье ребенка. Звезды, возможно, служили напоминанием о беззаботном времени, о том ощущении радости, которое испытываешь только в детстве, когда ничто не может омрачить твое существование. Земная жизнь, как будто была не для него, слишком обыденно и рутинно. Мерцание звезд казалось более возвышенным, чистым, чем пустое светское общество. Ему было семнадцать лет, прожито почти половина жизни. Возможно, Лермонтов это предчувствовал, осознавал. Чуждой своему окружению он тянулся к умиротворению, покою, бесконечной космической гармонии, которую дарит звездное небо. Эти строки не случайны. Я же напротив только завидую звездам прекрасным, только их место занять бы желал. свет каждого человека незаметно озаряет этот мир, а затем исчезает во тьме. В чем же заключается ценность быстротечной человеческой жизни? В страданиях, в одиночестве, в ценности каждого мгновения, в том, что человек ищет свое предназначение в жизни. Но удается ли кому-то его найти? Уже много лет на темном небосводе одиноко мерцает звезда. С ясностью и чистотой освещает она землю. Свет ее искренний и правдивый срывает туманную пелену будней, помогая людям искать свой путь в печали и в радости. Кому посчастливится попасть под ее магический свет, способен почувствовать такую близкую русской душе грусть, что заставит задуматься и найдет добрый отклик в открытом сердце. Видимо, такова судьба поэтических гениев навсегда остаться сверкающей таинственной звездой. Я благодарна предоставленной мне возможности и в завершении хотелось бы поделиться своим стихотворением, которое, на мой взгляд, в какой-то мере отражает подход к пониманию нелегкого труда, каждого, кто вступает на этот творческий путь. Сихотворение называется «Девятый». Рвемся в бой, горизонты новые, наступила пора открывать. Нам наскучили будни суровые, нам бы бурю рукою поймать. Волны вершины грохочут грозно, нам лишь штормов могучих бояться. Смело вперед, побеждать непросто, быть живым, а не просто казаться. Хочется жизнь почувствовать остро, мечтать о морях, о заморских странах, разве не лучше найти свой остров посреди волн бытовых океанов? Захочешь остаться самим собой, прочь гони тревоги сомнения и чаще думай своей головой, душу скрипи трудом и терпением. Ветром попутным мечта наяву станет, поставь паруса скорее. Курс предстоит выбирать самому, взбираясь по шатким реям. Если по жизни настигнет вдруг вал, первый, девятый смертельно разящий, здесь ты увидишь, кем был и кем стал, страх не возьмет, если ты настоящий. Стойко опасность любую встречай, в час непогоды жестокий и трудный, а упадешь, то терпи и вставай, пусть в паруса дует ветер попутный. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, мы благодарим Викторию Шейко за участие в нашей программе. Несколько лет назад замечательная ульяновская поэтесса Татьяна Эйхман поддержала юного автора Викторию Шейко в начале ее творческого пути, поверила в ее литературную одаренность и думается не напрасно. Мы желаем Виктории вдохновения, радости творчества, высокого полета. Всего вам самого доброго. Виктория 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 Виктория